приветствую вас на своем канале сегодня мой рассказ о посеве дельфиниумов я покажу как это делается но прежде нужно рассказать об общих правилах выращивания дельфиниума кусты дельфиниумов живут от 5 до 20 лет смотря какой сорт дельфиниумов место дельфиниумы предпочитают солнечное и совершенно не переносят переувлажнения также сажать дельфиниумы нужно там где нет ветра это самый большой бич ветер выламывает очень нежные и хрупкие побеги дельфиниумов размножают дельфиниум тремя способами семенами черенками и делением куста делением куста я никогда не размножаю дельфиниумы не тревожу кусты очень редко да это очень тяжелый труд выращивание из черенков здесь нужно обязательно успеть пока черенок не станет полым если стебель уже подрастающий полый то из черенка ничего не вырастет свои дельфиниумы в том числе и новозеландские я вырастила из семян есть два способа выращивания из семян это на рассаду и посевом в грунт при посеве в грунт если вы живете в северных регионах и у вас земля промерзает то вы получите как правило все синие сорта даже если вы купили другого цвета дельфиниумы садоводы юга могут оттепели зимние февральские окна январские посеять дельфиниум в грунт и он весной прекрасно взойдет потому что получит естественную стратификацию семена же которые вы купили подлежат хранению в холодильнике обязательно и подлежат стратификации в течение двух-трех недель в холодильнике но есть способ обойти стратификацию сейчас я вам о нем расскажу сегодня 12 февраля и вы видите маленькие дельфинчики которые взошли взошли семена на 10 день после посева стратификация мне не потребовалось и сейчас я расскажу об этом методе семена махровых дельфиниумов новозеландские они не дают почти семян если они дают семена то очень очень мало и эти семена нужно как сказать не проворонить когда они появляются там семена эти если экрана срезать соцветия то получается что они недозревшие если поздно они уже высыпаются эти семена когда я их собрал они лежали у меня в холодильнике все время после сбора я их хорошо высушиваю они лежат у меня в теплом помещении сохнут замечательно и где-то в сентябре я их помещаю холодильнику если вы будете помещать семена в морозильник то вы получите все совершенно синие дельфиниумы какие бы вы не собрали семена белые там розовые а будут все синие почему потому что при низких температурах начинает вырабатываться фермент дельфинидин этот фермент делает наши дельфины синими поэтому морозить семена дельфиниумов я не рекомендую вот здесь они лежали у меня лежат у десять минут в растворе перекиси водорода не бойтесь помещать их раствор перекиси водорода перекись водорода делает двойное действие семенами он их скарифицирует то есть разрушает оболочку этих семян и также обеззараживает после всех обработок семян желательно их промыть вот таким образом выливаю я их и высыпаю просто на салфетку семена нужно просушить после того как мы их обрабатывали перекисью хорошо у них мягкая такая шкурка у этих семян то есть перекись водорода как я сказала делает двойную работу обеззараживает семечки и скарифицирует скарификация это нарушение целостности оболочки семени если вы внимательно будете рассматривать семена дельфиниума то среди них есть разные семена длинные такие удлиненные есть плоские но есть еще треугольные семечки вот сейчас я вам эту семечку покажу вот такая треугольная семечка видите треугольная семечка она треугольничком поворачивается она сбоку набок вот эти семена самые самые ценные и у них самая отличная схожесть из них получаются красивые экземпляры дельфиниумы предпочитают либо щелочные почвы либо слабо щелочные лучше слабо щелочная почва но никак не выносят кислые почвы во всех почвогрунтах есть то поэтому мы можем в землю добавить залу залу я полностью просеиваю но золы нужно добавлять очень мало зола способна тормозить развитие сеянцев саженцев поэтому ее сыпать нужно очень-очень осторожно в грунт теперь об обработке грунта вот этот и грунт я обработал обрабатывала в микроволнушки которым я буду сверху присыпать вот просто поставила на свч и обрабатывала на дно я кладу вот такой грунт но это который я просевала грунт здесь огромные фракции вот такие как всякие камушки через такие фракции очень хорошо будет проходить вода то есть это как будто дренаж теперь что касается этого грунта основного этот грунт я пропарила в течение часа при температуре 80 градусов в закрытой таре вот я добавляю сюда вермикулит обязательно вермикулит кто не знает это разрыхлитель ну вот вермикулита можно сыпать сколько угодно сколько не жалко вам его столько и сыпьте залу в этот грунт я положила тоже перед пропариванием для того чтобы обеззаразить ее я буду проливать кипятком землю но земля здесь у меня в чайнике не кипяток здесь 70 градусов вода 70 градусов этого вполне достаточно это дает следующий эффект семена прорастать будут очень быстро их не нужно стратифицировать эти семена но держать их обязательно до посева и когда вы их купили нужно в холодильнике то есть они у меня сентября лежат в холодильнике при температуре плюс пять градусов вот сейчас я проливаю землю горячей водичкой полностью вы видите идет пар но это не кипяток все 70 80 градусов вода кто-то проливает и кипятком считаю что это не принципиально вот и сразу же начинаете сеять семена здесь вот нужно выровнять грунт если у вас появились канавки ямки потому что они будут сходить неравномерно очень горячий грунт и сею у меня семян очень много и сильно и густо потому что у меня свои семена если попадут в ямки семена то они взойдут неравномерно и не скоро теперь я присыпаю быстренько землей их вот таким образом чуть чуть присыпаю буквально для того чтобы сохранить влагу их видно я вот просыпала их и я их вижу то есть это совершенно чуть-чуть засыпаны они у меня капельку абсолютно вот эта земля у меня с золой которая сверху зола не дает развиваться грибкам как все знают это антисептик и теперь нужно очень быстро закрыть их пакетами очень горячие ножки вот ставлю таким образом теперь я их поставлю в теплое место вот я их укутаю полотенцем вот так сверху и поставлю вот сюда здесь у меня батарея но не сильно жарко так они у меня будут находиться в таком виде где-то сутки сутки завтра в это же время я их открою то что я утепляла их но оставлю их конечно в пакете и накрою темной какой-то темной тканью вот а пока они у меня вот таким образом будут стоять сутки но вот и результат еще хочу добавить что семена лучше присыпать перлитом они прекрасно прорастают сквозь перлит вот как я сделала здесь в этом в этой плошке когда на сеянцах появится два настоящих листа я распикирую их в стаканчики растения у меня будут до времени когда на улице минуют весенние возвратные заморозки это как правило после 10 мая высаживаю притеняю и делаю парниковый эффект над саженцами обязательно и они у меня все благополучно приживаются вот такими они могут вырастать новозеландские дельфиниумы бывают высотой до метр семьдесят отечественные сорта до двух с половиной метров могут вырастать и даже до трех метров еще один нюанс дельфиниумы если вы сажаете их рядом способны переопыляться и вы неожиданно для себя можете получить красивый 600 дельфиниумов необычные у меня всегда просят семена дайте мне семена вот этого или того дельфиниума но как правило из этих семян вырастают у меня совершенно другие не менее прекрасные дельфиниумы если же вы хотите вырастить новозеландские дельфиниумы вот такие как сейчас вы наблюдаете то вам придется их выращивать из покупных семян да они дорогие но в схожесть у них замечательно у меня из 6 семян взошли все 6 конечно после стратификации выращивание дельфиниумов из семян дает возможность высадить сад сразу очень много растений но если вы хотите сохранить сортность растения и видеть его таким же как материнский куст то предпочтительнее размножать дельфиниум делением куста но делать это нужно не ранее чем на третий год когда кустику исполняется три года также сортность будет сохраняться если вы будете размножать дельфиниум отводками отводки нужно брать ранней весной когда стебель достигает высоты не более 10 сантиметров и когда он еще не станет полым от чего кусты дельфиниума могут погибнуть первое это от замокания когда ранней весной стоит вода кусты замокают поэтому дельфиниумы нужно сажать либо в коробах либо на возвышенности еще одной причиной является заполнение водой полых стеблей дельфиниума когда мы их обрезаем пол и стебли дельфиниумов необходимо засыпать золой до самого верха либо замазать их садовым варом чем угодно но чтобы в стебель не попадала вода подкормки у дельфиниума также как и других других растений ранней весной им нужен азот к началу цветения им нужен фосфор и калий и после цветения также я подкармливаю дельфиниумы свои фосфором и калием второй раз я не стимулирую цветение у дельфиниумов поскольку они должны восстанавливать силы вы видите какое цветение и это требует очень много сил от растения также как и все растения в саду дельфиниумы могут поражаться и болезнями и вредителями из болезней больше всего одолевает дельфиниумы мучнистая роса и поэтому обработки например препаратом топаз самой весны с мая месяца обязательны в течение всего сезона также дельфиниумы поражаются вредителями их одолевают гусеницы могут повреждать цветоносы и закрытые бутоны также их еще может поражать паутинный клещ и обязательно вместе с другими цветами я обрабатываю дельфиниумы от болезней и вредителей если вы живете в северных регионах то дельфиниумы на зиму нужно мульчировать но мульчировать дельфиниумы нужно такими материалами которые не будут промокать зимой лучше всего для этого годится листовой перегной и еще один прием который я использую для того чтобы мои дельфиниумы прекрасно росли в моем саду ранней весной когда сходит снег и оттаивает земля я проливаю свои дельфиниумы слабым раствором марганцовки для того чтобы устранить корневые гнили надеюсь мой ролик принесет вам пользу и вы с успехом будете выращивать дельфиниумы также как они растут в моем саду всего доброго до свидания до новых встреч на моем канале